МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В беседе с преподавателями и воспитанниками академии глава государства отметил два стратегических сектора в развитии отечественной экономики – горнодобывающая промышленность и энергетика, где требуются глубокие знания в области естественных технических наук. О развитии инженерно-технического образования в стране мы поговорим с директором Республиканской детской инженерно-технической академии Алтын-Тююн Джаркын Базананой Бапановой. Сегодня на гость нашей студии. Здравствуйте, Джаркын Бапановна. Приветствуем вас в студии ЛТО-24 в программе «Еще не вечер». Итак, накануне президент посещал академию, и он был приятно удивлен. Расскажите, пожалуйста, в первую очередь, чем? Ну, конечно, мы сами были удивлены, так будем говорить честно, потому что за все 30 лет нашей независимости Кыргызстана – это первый раз, когда президент приходит непосредственно в здание. В здание, где обучаются дети техническим творчеством, приходят, смотрят кабинеты, смотрят лаборатории, значит, чем занимаются, беседуют с детьми. Так-то тоже приходили президенты, но они приходили на какое-то массовое мероприятие, где мы проводили то филармонию, то еще где-нибудь, приходили на нашу выставку. Но так, чтобы побеседовать с детьми, пощупать, что, как говорится, где мы работаем, где они занимаются, что у них есть, это было впервые. И это сам не только наш педагогический коллектив, и те дети, которые участвовали в этом, у них было в тот день занятия, конечно, они тоже были очень благодарны, потому что задавали очень много вопросов президент. И он просто, я очень, например, не только приятно удивлена, а просто шокирована тем, что он просто тут же на месте решал эти вопросы и давал задания своему, своим, как говорится, сотрудникам о том, что нужно сделать. Знаете, мы были удивлены того, что он, как говорят сейчас, вот молодежь и так далее, в тренде. Он оказался в тренде вот этого технического прогресса. Оказался в тренде, когда мы сказали, что мы работаем над идеей и разрабатываем уже эту идею поколения 4.0, он сказал, это индустриальная революция же. Это значит, и вот в своем он Конституции тоже говорил о том, что когда принимали Конституцию, что мы должны сейчас работать под, как вы сказали, горнодобывающую и энергетикой. То, что у нас есть непосредственно, естественно, туда нам нужны люди, ребята, и он это увидел, что наши ребята делают такие макеты, которые нужны в горнодобывающей промышленности, непосредственно в энергетике. И ребята даже рассказывали о том, что оно нужно и сейчас на современном этапе, когда идет такая пандемия, как коронавирус, и что они могут в далекие участки, где не может дойти какая-то техника, наши роботы, наши сооружения, которые они делали, они могут доставить и лекарства, и все необходимое. Вы понимаете? Поэтому он, конечно, очень был, мне кажется, тоже был приятно удивлен, что у нас еще дети, значит, есть мыслящие дети. А техническое творчество – это что? Это значит знание, хорошее знание естественных наук, математики, физики. И вот это те ребята, которые к нам занимаются у нас, они вот этими науками очень занимаются. А я знаю, что эти науки – это аналитические мышления. А если будут наши ребята в будущем с таким аналитическим мышлением, естественно, они будут, принесут большую пользу в экономике. Я когда встречаюсь с ребятами, и когда они приходят в первый раз, я говорю, что вы – будущее нашей инженерной элиты, значит, в ваших руках наше будущее Кыргызстана. И вы должны хорошо учиться, и должны хорошо знать то, что вы сюда к нам пришли и заниматься. Вот это вроде бы хобби ваше, техническое творчество, оно должно перерасти в вашу специальность, в вашу профессию и в вашей жизнью быть. И многие ребята, у нас многие ребята, закончившиеся, даже девочки, сейчас мои учатся на факультете атомной физики. Вы понимаете, просто мы-то, ребята даже задавали ему вопросы, когда мы приедем снова в Кыргызстан, где мы будем работать, и где мы будем дальше проявлять свои, это самое, как говорится, применять свой опыт и свою профессию. И он сказал, что да, впереди все еще впереди, и мы все это сделаем, чтобы вы вернулись и работали на больших заводах, корпорациях и так далее. Поэтому я думаю, что будущее поколение у нашего Кыргызстана очень такое под отеческой заботой. Я вот тоже себе поняла, что это отеческая забота, что он тоже, у него тоже горели глаза, и было такое у него, это самое, жажда тому, что видеть, что делали дальше дети. И нам, преподаватели, наверняка, конечно, нужно хорошо работать для того, чтобы, как говорится, не подводить президента и готовить наших ребят таким, чтобы они могли работать в народном хозяйстве. Республиканская детская инженерно-техническая академия Алтын-Тююн скоро исполнится 60 лет. Это вы будете отмечать юбилей. Это одно из старейших таких заведений, которое занимается внешкольным образованием, и причем специфическую направленность имеет, развивает именно инженерно-техническое творчество, дает инженерно-технические знания нашему подрастающему поколению. И президент, хочу еще раз подчеркнуть, он был удивлен, что, во-первых, вот за все эти годы независимости удалось сохранить здание инженерной академии, благодаря вам, я в этом уверена, потому что вы приложили немало усилий для того, чтобы все-таки оставить этот храм, где бы занимались дети и изучали разные науки. И потом президент был удивлен, что проектные, изобретательские, конструкторские, исследовательские работы продолжаются. Вот эти слова звучат очень, в общем-то, необычно в нашем мире. Получается, что сейчас больше люди заняты каким-то облегченными занятиями, гаджетами, а здесь вы занимаетесь совершенно серьезным делом. Но все-таки, чтобы нашим зрителям напомнить, в чем же уникальность вашей академии, расскажите, пожалуйста, что вы продемонстрировали президенту? Значит, во-первых, мы продемонстрировали, как у нас ребята, малыши, так будем говорить, малыши, это где-то 3-4 класс, хорошо управляют дронами. У нас есть школа дронов, значит, вот они хорошо управляют школой дронов. Задали вопрос там многие-то, ну, другие, говорят, а что там, мол, дроны у вас, ну, мол, есть же такие комплекты и так далее. Да, есть конструкторы. Но ребята наши собирают из этих конструкторов дронов, потом, значит, программируют, как они должны летать, как они должны управлять ими. И после этого они уже создают другие дроны, потому что им нужно узнать механизм, вот это, все, как это надо делать, а потом они создают уже свои собственные, там, и с крылышками, и с другими моментами, так, чтобы покрасивее было. И создают это уже на базе такого робота, роботов, что они должны... То есть они создают сами. Да, да, уже сами создают своих дронов, потом, значит, они создают свои роботы, тоже у нас есть специальные же... Ну, везде продается лего, но мы это лего покупаем, не будем говорить о том, что покупают родители дома, просто собрать как игрушку. А у нас ребята собирают из нее, потом, значит, вот он спросил у одного ребенка, когда ты собрал, за сколько ты собрал? Он ему говорит, я собрал это за полтора часа, ну, с конструктора, а уже программированием я занимался уже не один день, не одну неделю, чтобы запрограммировать, чтобы он ходил там, поворачивался там и что-то делал, какие-то элементы, что-то мог делать и все. И потом, когда уже взрослые ребята продемонстрировали другие уже шагоходы, марсоходы, там, значит, такие... Да, у нас есть такая проект собака, ну, называется, она в виде паука вот так ходит и так далее, по разным, по горным местностям, где не может не пройти ни одна машина и так далее. Вот это они все продемонстрировали. И она вся напичканная вот этими электронами, электродами и так далее. Это же нужно программировать. Ваши воспитанники-то дети школьного возраста. И вот это он увидел, они, дети, рассказывали, для чего это нужно, как это можно, что можно на нем нести, сколько тонн может поднять. Вот они могут поднять до 40 килограмм, вот такая небольшая машинка. Другая машинка, побольше она будет столько-то поднимать. Вы понимаете, это он все свое, они продемонстрировали и увидели. Потому что у нас в кружках, у нас есть, не в кружках, будем говорить, направлений, научно-исследовательские лаборатории, которые занимаются робототехникой, 3D, 3D. Потом, значит, они ведут информатика, цифровая информатика. У нас есть умная школа, как говорится, они создают сами вот эту умную академию. Значит, ребята сами создают о том, что цифрализацией занимаются, библиотеки. Потому что книг-то мало, мы не можем все купить. И мы сейчас создали такую, вместе с преподавателем, они создали цифровую библиотеку, где у нас где-то более 400 книг. Это все на сайте. Значит, все это можно на сайте прочитать, взять библиотеку, книгу и прочитать, и так далее. Там чертежи всевозможные. Все это делается. И все он это увидел собственными глазами, что ребята это делали сами. И, ну, кроме этого, у нас же есть еще школа программирования, 4-годичная. У нас входит уже почти как отечественник. Когда он пришел в один лабораторию, там у нас дети были, ну, знаете, как вам сказать, 2-й, 3-й класс. Они показали ему, что они делают как раз к дню, завтрашнего дня, послезавтра день матери, что они делают своим мамам открытки вот прямо на этом компьютере. И вот они все это показали. Он тоже был удивлен, что дети уже гаджетом сидеть – это одно, а когда он программирует, что-то уже делает, не просто печатать умеет где-то игры играть, а вот уже вдумчиво делает. У нас же, как говорится, проект такой – от идеи к изобретательству. Значит, сначала идею какую-то мы смотрим, а потом изобретают. Мы тоже ему сказали, что у нас 12 патентов есть, государственных патентов на изобретение, но мы нигде не можем его применить, потому что надо сделать образцы, что у нас должны быть фаблап-лаборатории, фаблап-мастерские и так далее. И мы этого не можем, чтобы люди другие пришли, посмотрели для народного хозяйства, потому что есть проекты, которые нужны. Даже мусорные ящики, которые штампуют, это прессует мусор, и можно не один день убирать, не каждый день убирать эти мусорные ящики по городу, которые все время меняются, то на колесиках, то на этом, а это прессует. Вот это все есть. Поэтому промышленное производство было бы маленькое у нас, мы бы сами это сделали, промышленный образец, и потом могли бы предложить. И он тогда сразу нам сказал, да, я вам дам финансирование для того, чтобы вы открыли свою мастерскую. Вы знаете, мы просто ходили с ним возле него и удивлялись, потому что по каждому вопросу он сразу решал. У нас есть кружок айкидо, направление айкидо, и они как раз репетировали на улице. И он просто увидел, когда зашел, увидел ворота, эти футбольные ворота, будем говорить. И он говорит, у вас есть футбольное поле. Я, значит, пожала плечами, говорю, нет, у нас футбольного поля нет. Но ребята занимаются. Он пошел посмотреть, что это такое, какая территория. Увидел, что это цементный пол, будем говорить, бетонный пол. Он говорит, здесь же ребята так на меня смотрят и говорят, что здесь ребята же могут упасть и покалечиться. Я говорю, я все это прекрасно понимаю, но я не могу. Приходили люди, говорили, давайте построим вам футбольное поле, но аренду не будем платить, а вам дадим час столько времени для того, чтобы вы там свои поигрались. Я говорю, отказала им, потому что нам этого не нужно делать. Он сказал, да, мы вам построим. Вот вы понимаете, он просто по ходу своего визита и по ходу того, что он это самое смотрел, он сразу решал про многие вопросы. Не говорил в далекий, в дальний ящик, как говорится, он не откладывал ничего. Он не говорил, да, хорошо, надо подумать, надо что-то сделать, надо посмотреть. Ничего такого не было, он сразу говорил, надо сделать вот так, давайте дадим, давайте дадим. Мы теперь знаем, что у нас будет фаблаб-лаборатория уже, потому что уже сегодня мне сказали, что выделяют деньги на это, и мы должны уже сделать тендер и покупать то, что необходимо для этой лаборатории. Итак, бюджет образовательного учреждения будет увеличен вдвоем. Президент дал также поручение построить футбольное и волейбольное поле, а также проработать вопрос открытия филиалов Детской инженерно-технической академии в областных центрах страны. И вот это тоже очень важно, потому что если развивать инженерно-техническую науку в Кыргызстане в целом, то обязательно подобные академии должны быть во всех центрах, в каждой области. И мы говорили о том, что вот мы работаем с инженерными классами, у нас инженерные классы, и эти инженерные классы можно на местах там открывать, потому что в каждой области у нас есть учебное заведение, высшее учебное заведение, есть специальные учебные заведения, колледжи и так далее, когда совместно с ними можно открывать инженерные классы. Вот у нас, мы высказали проект свой о том, что у нас есть школы, 67 и 28 школы сделали этот проект уже два года, он 4-годичный, сначала они обучаются у нас, а потом они идут в политехнический университет, у нас есть договор такой. И вот преподаватели политехнического университета нам говорят, после того, как они у вас учились и к нам приходят, слушайте, они почти как студенты первого курса, потому что знания они получают специфическое, направленное, и это уже влияет на профессию. И многие ребята из классов, почти все, будем говорить, где-то 80%, они все идут в технические вузы по техническому направлению. Это тоже очень большой такой шаг для того, чтобы многие ребята уже знали о том, что профессия эта нужна, как говорится, и у них будет дорога. Мы тоже, ребята задали вопрос, у нас учатся ребята мои, в Баумане, на атомной физике, на факультете атомной физики, говорят, приедем, где мы будем заниматься, где мы будем работать. Он сказал, что обязательно ваши знания потребуются для нашего государства. Поэтому я думаю, что большой потенциал есть для того, чтобы развивалось наше техническое творчество, и то, что будет развиваться, будут открыты филиалы, и которые будут непосредственно финансироваться местными властями. Тогда уже местные власти увидят потенциал и могут сделать маленькие вот эти, как мы всегда говорят, что мини-производство, и где могут работать ребята. Это вот средний бизнес, который тоже дает большую пользу для нашей экономики. Поэтому он все вот по ходу действия все это решал и видел, что да, этим надо дальше заниматься, потому что индустриализация, революция, индустриализация – это большое дело, и инженеры всем нужны, потому что и горная добывающая промышленность, и энергетика, она без них не может обойтись. Я думаю, что мы сейчас, как говорится, в тренде, в таком, то самое, что образовательная структура, которая занимается непосредственно именно техническим творчеством. И, конечно, мы будем так работать для того, чтобы еще что-то новое делать, интересное у нас есть потенциал наших преподавателей, которые могут тоже что-то новое делать. Если у нас будет фаблаб-лаборатория и так далее, то мини-роботы, которые они даже подарили, один робот они создали, ребята сделали его за три дня. Когда узнали, что будет, нам сказали десятого, что он будет, придет, и они уже в девятый, и они уже сразу сказали, если мы будем встречать, надо что-то подарить. Мы можем только робота подарить, и все. Я говорю, пожалуйста, работайте. И они на 3D, на принтере 3D отпечатали этого робота. И он тоже напичканный, может руками двигать, ногами двигать. И они ему подарили. Итак, президент увидел потенциал учреждения и сказал о том, что необходимо внедрять педагогические инновации. Вот это слово очень современное в настоящее время. Вы уже рассказали о некоторых современных направлениях развития академии. Что еще планируется? Ну, во-первых, мы планируем, для того, чтобы инновации были, надо же, конечно, показать, какие у нас будут программы. У нас программа сейчас, наши преподаватели работают над многими, над новыми программами, чтобы они могли быть, это самое. Вот мы говорим о астрофизике. Астрофизикой никто не занимается, кроме нас. У вас есть планетарии? Да, у нас не только планетарии, у нас есть специальные лаборатории, такая астрономии, где у нас несколько, где-то около 15 портативных телескопов. У нас есть промышленный телескоп, который наводится только, ну, может, на Солнце, на Марс наводится и так далее, и тому подобное, который они наводят. Это очень тоже большое такое, дорогое удовольствие. У нас есть еще японский этот самый телескоп, который тоже... Потом у нас есть портативный планетарий, они его вытащили, ребята вытащили на улице, на доле его. Президент зашел туда, посмотрел на звездное небо, как они изучают это звездное, что это делает. Это все же от изучения находится, что можно сделать еще, какие марсоходы они будут, планетоходы делать и так далее. Это он все и увидел. И потом, когда вот сказали ему, что вообще в республике ничего нет, кроме нашего астрономии никто не занимается, а астрофизика это образование, а астрофизика это то, что нужно сейчас, в дальнейшем. Он сказал, давайте будем строить тогда новый планетарий. Говорю, у нас же планетария нет. И вот сегодня мы уже были в президентском аппарате, и нам сказали, давайте проект, это сам модуль, как это будет, чертеж и так далее, и так далее. И мы сейчас над этим вот сегодня... Вы помните наш планетарий? Да, он, который, да, который... Они сказали, они сказали, нет, этот планетарий мы не будем, потому что это уже ничего нету там, и зачем из него делать. А на вашей территории, значит, строим большой обсерваторию, не планетарий, а обсерваторий. Это будут учебные классы, это будут конференц-залы, это будет обсерватория с этим скополом, с этим наводящими телескопами и так далее. Мы так посмотрели, только оборудование будет стоить 240 тысяч, около 250 тысяч долларов. И само здание, это очень большое, такое мощное будет... Это учебный центр по астрономии и астрофизике будет, вы понимаете? Это, я думаю, что... Вообще фантастическое. Если это будет, потому что мы сегодня уже получили задание. Идите, несите нам проект, мы им принесли какое-то оборудование, вот давайте все нанесите, где будет, землю никто не даст, у нас земля есть, мы никому ничего не отдавали, как говорится, и у нас есть возможность, и там построят. И сказали, давайте будем строить и у вас. Что такое стем-образование? Ну, стем-образование, вы знаете, это наука, это Y, Z и так далее, вы помните, было? И вот, значит, это то, что инженерный класс, инженерия, значит, мы вам говорим, оно просто под общим названием идет стем-образование. Это инженерная революция, как мы говорим, прогрессивная инженерная революция. И мы сейчас тоже этим занимаемся, потому что все в стем-образование, все входит, это интеграция, интеграция математики, физики, физики, тех наук, которые непосредственно должны быть для того, чтобы вы вырос, который первоклассный инженер. Вот это все те науки, которые там есть. И вот это, в общем, называется стем-ом. Значит, и мы сейчас этим занимаемся, потому что по стем-образованию, интеграцией, интеграцией мы занимаемся, само собой. Вот, вы знаете, цифровое образование непосредственно. Значит, у нас своя есть платформа, Би-би называется. Мы там проводим свои конференции, видеоуроки, все там делаем на своем. Все дети это разработали, сами все делают. У нас запись в кружке идет, электронная запись. Можно сидеть дома, записаться, и все, никуда не ходить. Понимаете, там все вам выйдет, на сайт заходите, все выходит. Какой кружок можно идти, какому ребенку, по какому возрасту, что можно выбрать и так далее, и так далее. И это все разрабатывали ребята. Значит, вот непосредственно это тоже считается. Мы проводили конференцию цифрового образования, горизонта будущего для преподавателей. И нам участвовалось в этой научно-практической конференции международной. 115 людей участвовало, будем говорить. И среди них, вы понимаете, это было 16 научных, высших учебных заведений участвовало в этом. И среди них было 14 докторов наук и 16 кандидатов. Когда нам взрослые Академии наук пришли, ребята, они говорят, слушайте, мы же не можем такое провести, когда столько докторов участвует. Потому что очень интересная тематика. Цифровое образование, оно сейчас очень, как говорится, семимильными шагами пошло, потому что мы все время говорили цифрализация, цифрализация, но не подходили. А когда пришла пандемия, мы вынуждены были все бросить и уже заняться этой цифрализацией. Потому что наши ребята тоже онлайн-обучение обучались. И мы когда провели в декабре месяце, вот очень хороший такой материал и получили. И мы выпустили этот сборник для того, чтобы многие преподаватели могли этим пользоваться. Так что потихонечку мы не только учим детей, но и учим преподавателей. На сегодняшний день мы вот этим вопросом. Всегда задают вопросы, а где кадры? Кадров нету, никто их не обучает. Нам нужно самим заниматься кадровой политикой. И вот когда, помните, в советское время, для того, чтобы вырастить первого секретаря ЦК партии, значит, его он по всем ступенькам шел. Поэтому мы тоже для того, чтобы выпустить хорошего инженера-педагога, мы тоже должны пройти по ступенькам. Поэтому у нас начало идет, вот мы добились того, что кафедра в политическом университете, инженерная-педагогика, она набирает детей, вот только для того, чтобы они были руководителем потом вот таких направлений научно-исследовательских, как говорится, мы объединений говорим. И мы там берем только, стараемся брать и ребят из регионов, для того, чтобы они также могли у себя учить. А тем более, если будут открываться сейчас, как мы говорим, эти наши филиалы, то там, конечно, непосредственно такие кадры нам нужны. Президент также подчеркнул, что необходимо реформировать образовательную сферу, для того, чтобы эта система отвечала потребностям экономики и требованиям новой эпохи. Сейчас мы много говорим о том, что наша страна стоит на таком переломном моменте, когда принята новая конституция. Президент делает такие динамичные, энергичные шаги для того, чтобы пополнить бюджет страны. И в то же время давайте объединимся вокруг президента и поддержим его идеи. Как вы смотрите на это? Вы знаете, мы очень всецело поддерживаем. Я даже хотела бы сказать, что мы не должны, мы должны не только поддерживать и помогать его. Не говорить просто «мы поддерживаем», да, а помогать ему. Потому что у него очень большой потенциал для того, чтобы росла наша республика, чтобы вышла на какие-то позиции какие-то, не на негативные позиции, а на позитивные позиции. Позитива у него очень много. И я думаю, что не только педагоги, но и вся страна должна, все мы должны объединиться. Мы же выбрали его. Мы же всем, как говорится, дали возможность ему работать. И мы должны ему помочь и дать возможность. Не вставить палки в колеса, как говорится, не вставить подножки. И не говорить о том, что вот это не делают. Человек за один день или за три месяца ничего не делает. Мы должны дать ему несколько лет. Потому что раньше во время Советского Союза для педагогов всегда говорили кадров. Вот если ставят они в район, значит он должен посмотреть. Значит в течение трех лет он сделать должен. Два года он потом будет на лаврах этих жить. Ну, знаете, если он поставит этот район. А потом уже можно его передвигать. А мы же что делаем? Мы не успели человек прийти, мы говорим, о, вот это плохо. Это же тянется шлейф оттуда же еще, 30-летний шлейф. Поэтому мы должны дать возможность. Я вот своим педагогам сказала, и вообще хочу обратиться ко всем нашим жителям, не жителям нашей страны, всем, будем говорить, гражданам нашей страны, для того, что давайте мы ему просто поможем хорошенечко. А помогать как? Каждый на своем месте, делать то, что необходимо. И ничего, как говорится, не воровать, ничего не делать. Ничего не делать тоже нельзя. А делать то, что он считает нужным, и нужно ему помочь в этом отношении. Огромное спасибо вам за труд, за все эти годы, которые возглавляете Академию Алтын-Тюн, за то, что вы сохранили этот потенциал, это уникальное учреждение, и продолжаете обучать детей, и еще вы очень современны. Итак, удачи, успехов. О развитии инженерно-технического образования в стране мы говорили с директором Республиканской детской инженерно-технической академии Алтын-Тюн, Джаркын Базановной-Папановой. Оставайтесь на Алту-24. Всего доброго.